На улице дождь. Самое время смотреть сериалы. С вами Анастасия Берендеева. Давайте учиться вместе. Совсем недавно Netflix выпустил новую дораму, которая называется Целую Китти. Она является продолжением трилогии всем парням, которых я любила раньше. Если честно, я еще не успела посмотреть сериал так же, как и досмотреть все фильмы, но я очень много про него слышала и поэтому не смогла пройти мимо. И вот открываю я описание, вижу список серий и понимаю, что это идеально для разбора. Почему? Давайте обсудим. Дело в том, что в названиях серий используется СМС-сокращение. В этом видео мы с вами разберем, что же они значат и как их использовать на примерах. Первая серия называется Иксо, но она не имеет ничего общего с напитком. Горбистая шутка. Эксо, Эксо – это сокращение, которое обозначает поцелуи и объятия и используется повсеместно. Но как же так получилось, что буква Экс стала поцелуем, а буква О – объятием? Давайте заглянем в словарь. Первое упоминание буквы Экс в качестве поцелуя датируется в 1763 году в Оксфордском словаре. Есть две теории значения. Первая теория заключается в том, что если мы посмотрим на букву Икс, она у нас состоит из губ одного человечка и другого человечка, которые слились в поцелуе. То есть такая визуальная составляющая. И вторая теория имеет историческую направленность. Раньше люди подписывали документы крестиком, и для того, чтобы их заверить, они их целовали. Вот такая вот интересная теория. Какую из них выбирать, решать вам. Перейдем к букве Оу. Первое употребление буквы Оу в качестве объятий было зафиксировано в 1948 году. Но поправочка. Оу обозначает объятие только в паре с буквой Экс. Таким образом у нас получается, что Экс Оу – это фиксированное выражение поцелуя и объятия. Почему же Оу – объятие? Все очень просто. Когда мы кого-то обнимаем и складываем руки, получается буква Оу. See you tomorrow. Экс Оу. Экс Оу. Lots of love. Настя. Экс Оу. Экс Оу. Следующая серия называется WTF. Так как мы стараемся не ругаться на этом канале, я предлагаю вам узнать значение буквы Ф самостоятельно. Я же заменю ее на букву H, чтобы получилось более мягкое. WTH – What the hell? или What the heck? Какого черта? Эта фраза имеет два основных значения. Первое. Происходит какая-то непонятная ситуация. И вы, естественно, спрашиваете. Небеса людей вокруг. What the hell? Какого черта? Да что ты, черт побери, такое несешь. И второе значение. Оно имеет русский эквивалент. Ну и ладно, да и черт с ним. Например. Let's keep the last class at school today. What the hell? Давай прогуляем вот этот последний урок в школе. Ну погнали. Да ладно, да и черт с этим уроком. Пойдем. Третья фраза на сегодня – это KISS. Ставлю на то, что вы сейчас поделились на два лагеря. Первые – это замечательные переводчики киноафиши, которые решили, что это поцелуй. И вторые – фанаты группы KISS. Но нет-нет-нет, на самом деле KISS – это сокращение. Какое же? Разбираемся. Варианта два. Но значение особо не меняется. Keep it simple, stupid and keep it short and simple. Фраза впервые встречается в 1938 году в американском английском и является целым принципом работы систем. Утверждается, что в мире все работает намного лучше, если это проще и никак не усложнено и не заморочено. Так что, если вы когда-либо встречали выражение «work smart, not hard», собственно, вы встретили синоним принципа KISS. И вот мы с вами работаем, работаем целую неделю smart and not hard. Но в итоге-то чего мы всех ждем? Правильно, мы ждем пятницы. И вот оно, наше следующее выражение. Thank God it's Friday. T-G-I-F. Так что, если вы так же, как и солист группы Ума Турман, ждете пятницы, чтобы бежать по пляжу босичком и играть в теннис, эта фраза для вас. Следующее выражение специально для тех, кто очень любит делиться своим мнением под какими-то видеороликами или постами. TVH сэкономит вам время, так как является синонимом слова think и любых других слов для выражения какого-то мнения. Кстати, недавно у меня был Shortz на канале, обязательно его посмотрите. По моему мнению, он не такой уж и хороший человек. Если честно, самое время немножко расслабиться. Как насчет вечеринки? Кстати, о вечеринках. Следующее выражение связано с ними непосредственно. Если вы когда-нибудь поедете за границу и ваши новые знакомые пригласят вас на вписку с пометкой BYOB, не теряйтесь. Они всего лишь просят вас принести с собой напитки, которые вы предпочитаете. Есть несколько вариантов расшифровки последней буквы B. Bring your own booze, bring your own beer, bring your own beverage. Но независимо от того, какое именно слово вы поставите в конец, смысл фразы не поменяется. Принесите напиток, а всем остальным вас на вечеринке обеспечат. Кстати, интересный факт. До 70-х годов вместо буквы F стояла буква L. Bring your own liquor. Но опять-таки смысл был в том, чтобы принести алкоголь. Сейчас же в E4 Home здорового образа жизни буква B часто заменяется на букву F. Bring your own food. Принеси свою еду. Очень удобный формат вечеринок для всех тех, кто, так же как и я, не умеет готовить, приглашает гостей, они приносят еду и мы замечательно все сидим вместе. А если скомбинировать эти две вечеринки, вообще получается ничего организовывать и не надо. Следующее смс-ъявление till. T-I-L. Today I learned. Сегодня я узнал. Эта фраза активно используется в пространстве форумов, таких как Reddit и так далее. Чаще всего ставится в начало фразы и далее идет какой-то факт. Например, T-I-L that T-I-L is Today I Learned. Далее у нас восьмая серия и L-F-G. Снова сокращение, которое имеет два значения. Первое появилось в 2000-х годах, когда активно развивались видеоигры. Так, например, в игре EverQuest люди часто писали в чат Looking for a group L-F-G для того, чтобы найти себе команду для прохождения квеста. Второе значение появляется в десятых годах, когда активно развивается культура вечеринок. И оно значит Let's freaking go. Вместо freaking, естественно, есть более вульгарный вариант, который вы можете сами погуглить. Это значение является синонимом слова Come on. То есть погнали, давайте, когда вы такие на энтузиазме хотите вершить великие дела. Как же понять, что именно от вас хотят, когда пишут L-F-G? Контекст. Если рассуждать о сериале и думать, какое же значение прячется там, я думаю, надо посмотреть серию. И больше я все-таки склоняюсь ко второму, менее геймерскому варианту, так как сериал про колледж, про любовь. Так что Let's freaking go. Идем к следующей серии. А у нас тут еще одно интересное выражение. Snuffle. Situation. Normal. All. Fold up. Подайте, какое слово я опять заменила. Да-да. Переводится фраза одним словом. Неразбериха. Но с пометкой, что такое положение дел абсолютно нормально. Ну, это нормально. Это нормально. Выражение приходит со времен Второй мировой войны, так что вполне себе значение объяснимо. Давайте приведем пример. Burger King messed up my order again. Snuffle. Burger King снова перепутал мой заказ. Полная неразбериха. Так-так, что тут у нас? Десятая серия и новое выражение. OTP. Ее перевели как любимый. Но, если честно, этот перевод не совсем подходит ни под одно из значений. Давайте разберемся. Первое значение. OTP. On the phone. Говори по телефону. Например. Let's FaceTime. Sorry. OTP. Давай созвонимся по FaceTime. Извини, я уже говорю по телефону. Второе значение связано с регистрацией в социальных сетях или на каких-то сайтах. OTP. Это вот этот маленький код, который вам приходит и который никому нельзя говорить. И третье. Самое популярное и наиболее вероятное значение. OTP. One true pairing. Одна, единственная, истинная пара. Если вы когда-либо смотрели какой-то сериал, фильм или читали книгу и думали, что вот они, вот эти два героя просто созданы друг для друга, поздравляю. Это ваше OTP. OTP. А на этом все. Обязательно пишите в комментариях, смотрели ли вы этот сериал, подходят ли серии к своим названиям и как бы вы использовали эти выражения. Давайте учиться вместе. Английский язык с Анастасией Берензиловой. Спасибо за внимание. Продолжение следует...